К другим новостям. Яркие, красочные учебники, жесты, мимика, движения и разговоры только на чувашском языке. Вот уже два года ряд школ республики участвуют в интересном эксперименте. Дети изучают чувашский язык беспереводным методом. Калаха. Так называется учебник, разработанный коллективом учителей чувашского языка во главе с руководителем общественной организации ХАВА Александром Блиновым. Школьники изучают чувашский по принципу иностранного языка. Переступая порог кабинета, они попадают в среду, где весь урок говорят только на чувашском. Принципиально для меня, чтобы детям было это интересно, а учитель должен создавать такую коммуникативную ситуацию, при которой ребенок мог бы раскрываться. Больше игр, больше таких двигательных упражнений. Это, конечно, создает определенный хаос, но оно способствует какой-то энергетике, которая появляется в классе. Детям интересно, они хотят на чувашский. С каждым годом на беспереводной метод переходит все больше школ. Сейчас их в республике уже 33. У учителей свои методички, у учеников красочные и интересные учебники. В дополнение ко всему аудиодиски и сайт, на котором можно найти перевод слов, послушать чувашские песни и стихи. Если раньше мы изучали чувашский язык на основе грамматики, то есть грамматическая методика ставили мы выше всего, то здесь мы ставим во главу угла речь ученика. И поэтому они рады общаться, разговаривать. Свободное общение со временем входит в образ жизни ребенка. Научить за два часа в неделю говорить на чувашском очень трудно, но главная цель привить ребенку уважение и интерес, которые приведут его к знанию языка. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика.